Новички, очень много появляется начинающих инвесторов, кто-то говорит о том, что нужно иметь личный финансовый план, кто-то говорит, что нужно иметь инвестиционный план, стратегию инвестирования, риск профиль, какие риски вы готовы принять, кто-то говорит, что нужно покупать отдельно взятые бумаги, кто-то говорит, покупать индексные фонды, есть адепты торговли, трейдинга, и в большей степени люди приходят к трейдингу и начинают с трейдинга. И здесь, соответственно, скучно на самом деле быть разумным инвестором, очень скучно, потому что здесь, чтобы быть эффективным, чтобы долгосрочно получить свою высокую норму прибыли, взять ценность с фондового рынка, нужно потратить очень много времени. Минимальный срок, даже по словам BAF, это вообще минимальный срок, когда можно посмотреть эффективность долгосрочного, спокойного и долгоинвестирования, это не менее 15 лет, то есть у нас люди традиционно не хотят ждать сроки 15 лет, у нас там каждые 15-20 лет вообще, в принципе, происходит смена права собственности в России, и поэтому у нас люди такими параметрами не думают. Это чисто психологически, это свойственно нашей культуре, нашей психологии, и поэтому люди хотят получить быстро и много, то есть вот здесь люди говорят, я не хочу там долго и упорно сидеть с доходностью 20-30 процентов, я хочу быстро получить там X3, X5 за год. И здесь возникает различного рода хайпа, IPO, пирамиды, сколько бы их не было, не продолжалось, люди постоянно попадают, поэтому ментальность. Если отбросить экстремум, это экстремумы связаны с различными хайпами, финансовыми пирамидами, а то, что люди действительно куда приходят, куда они попадают, начиная работать на фондовом рынке, это трейдинг, это торговля. И здесь вот первое, от чего хочется уберечь, все-таки послушать, может быть, почитать книжки «Разумный инвестор» Бенджамина Грэма, «Путь Уоррена Баффета», «Деньги мастера игры» Тони Роббинса, то чтобы понимать, что в принципе самое простое начинающему инвестору, это сразу стать правильным инвестором, долгосрочным инвестором, который в принципе со временем переводит свой собственный человеческий капитал, знания, умения, навыки, которыми вы обладаете, в обмен на которые вы получаете денежную компенсацию, это ваш человеческий капитал, чтобы со временем перевести его в финансовый капитал. То есть, когда вы получаете деньги, продавая свои знания, умения и свое собственное рабочее время, вы обращали в финансовый капитал, где бы вы покупали знания, время, умения и навыки других людей. Это можно сделать через покупку реальных бизнесов, это можно сделать через покупку реальных акций, но люди этого не понимают и не осознают, и в итоге оказывается, что уже через 6-12 месяцев после первого прихода на фондовый рынок, причем первые шаги могут быть сделаны абсолютно правильно, это может быть и покупка индексных фондов, каких-то отдельных, сильных, фундаментально интересных компаний, и люди просто в определенный момент времени, уже через 8-12 месяцев после того, как они пришли на рынок, вдруг обнаруживают себя, что никаких инвестиций по факту нет и 80% капитала, который человек разместил на фондовом рынке, это фактически трейдинг, то есть это оборачиваемость высокая, это попытка что-то купить, что-то продать, все потому что это реализовывается на определенных торговых платформах, юзабилити у них улучшается со временем, они становятся комфортными, понятными, и здесь это понятно, что брокеры хотят расторговать клиентов, чтобы они больше торговали, потому что от этого прямая комиссия у брокеров. Так вот, почему я про это говорю очень много, такую некую предысторию рассказываю, у меня, к сожалению, просто не получается ответить на вопрос, что делать начинающему инвестору, потому что, к сожалению, я не знаю конкретно вашу ситуацию, но что точно не стоит делать начинающему инвестору, это нулевой урок, это история с риск-менеджментом, то есть, во-первых, это с чем сталкиваются люди, когда они начинают терять деньги, то есть самое главное новичку не потерять свой капитал. Вот поверьте, правило номер один, как гласит Уоррен Баффет, никогда не теряйте деньги, у вас еще раз, у вас сейчас есть деньги, то есть некий финансовый капитал, который у вас получился из-за того, что вы продаете свой человеческий капитал, свои знания, умения и навыки. Соответственно, когда вы их теряете на фондовом рынке, это приводит к тому, что вы потратили время, вы уже растратили свой человеческий капитал, свое время, нервы, энергию, знания, навыки и умения, пришли на рынок и на рынок то, что вам удалось перевести в какую-то осязаемые вещи, денежную форму, которую приняли, вы начинаете в попытке за сверхвысокой прибылью, сверхвысокой маржинальностью инвестировать на фондовый рынок и, соответственно, там происходят потери. И вы, получается, теряете и финансовый капитал, и человеческий. То есть вы таким образом со времени воспринимаете на себя все более и более высокие риски, потому что появляются дети, а их становится больше, родители становятся иждивенцами, потому что прекращают свою трудовую деятельность, на пенсию выжить нельзя. И поэтому очень важно начинающим инвесторам принимать вот это вот правило, никогда не теряйте уже заработанные деньги. Про что говорит Бафф? Это второе правило инвестирования в его родном Баффе. Никогда не нарушайте правило номер один. Что приводит к потерям. Я долго про это говорить не буду. Это есть информация, в принципе, и на ютубе у нас на канале. Да, стрим отдельный, даже два стрима по этому поводу написано. Просто кто еще этого не знает, не слышал, я в двух словах постараюсь рассказать, чего стоит избегать, от чего стоит воздерживаться. Это называется управление рисками, параметрами риск-менеджмента. Первое – покупать сильно упавшие компании, не соблюдают диверсификацию, влюбляются в компанию, занимаются неразумным усреднениям, влюбляются в актив, торгуют новостями, занимаются опасными шортами, то есть продажи без покрытия в попытке играть на понижение, когда фундаментально сильная бумага или хайп. Ну, соответственно, используют заемный капитал, используют леверидж, приносят кредитные деньги на фондовый рынок, открывают маржинальные счета и, боже упаси, кто-то начинает там торговать фьючерсами, опционами, форексом, да, то есть где громадные плечи в надежде получить сверхвысокую прибыль. КОНЕЦ